ПЕРШИЕ РАЙОНИ СТОТЫСЯЧНЯКИ 80% школ Могилёвской в области отримали по шпарты готовности. Осиповицкие лесы зараз населяют Амальпау тысячи зубров. За 20 год их популяция повеличилась у 30 разов. На Жневе у Могилёшин перестягнуты новый рубеж. Шкловский район на Иранницу 17-го жневня первому в области намолотил 100 тысяч тонн сбожья. По информации Могилёвского Аблсельга с Харчамина, это в Шкловском районе. На оселеднем Жневе склалася самая высокая середняя урожайность – 52,5 центнеры с гектара. Дарычные наибольшие важные унесы к Огульной Караваю в Шкловском районе зарабили предприемства Александрейская, Говяды Агра, Амкадор Шклов и Газовик Сипакова. Наближаются до 100 тысячной ознаки и в Могилёвском районе. Тут середняя урожайность 40 центнеров с гектара. Добрый урожай и на Кругляншине, кажуть аграры, 50 центнеров с гектара. В уголе уборочная кампания на Могилёвщине близится до завершения. Аграры регионы убрали с палетков больше за 74% нового урожаю. Собрано 840 тысяч тонн божжа при середней урожайности 35,1 центнера с гектара. По оперативной информации, агрокомбинат ЗАРА Могилёвского района вызначился двума экипажами-четырыхтысячниками. Это экипаж Владимира Корсака и Владимира Мельникова. Восинский призыв пополнить Рады Беларуской армии на 1300 юнаков с Могилёвщины. Распачался набор граждан на терминовую военную службу и службу у резерве. Восинский этап призыву будет продолжаться сажнёня по листопад. Восинский призыв на терминовую военную службу накировали коля 1200 юнаков Могилёвщины, и Амаль-150 хлопцев были залишены на службу у резерве. У военкомате удокладнили, что заявок на альтернативную службу Пакуль не зарегистровано. Восинский призыв Амаль-170 юнаков спробовали позбегнуть призыва. Зараз у относенных до их проводится проверка. 80% школ Могилёвской в области отримали по шпарты готовности. Специальная комиссия представников отдела по надзвычайных ситуациях сэнэпидемичных службами, мясовых выконкам, напереды дни нового научного года проводят традиционный мониторинг. У школах робили косметичный ремонт, набывали технологичные обсталевания, необходную меблю, посуд. У 12-ти научальных установок зарабили капитальный ремонт. У Бавруйским районе акцент рабили на подведении горячей воды, одновлении санвузлов и душевых спортивных залах. У Тялужской школе, что у Бавруйским районе, яшче пахне фарбой. У некоторых помешканьях размещают новую меблю. Кабинеты оформляли с уликом, какую дисциплину тут будут выкладать. Например, кабинет замежной мовы не сблытый ж ни с чем. Я им показываю, рассказываю, дети, посмотрите, вот это Биг Бен. А вы знаете, что такое Биг Бен? О, ну это же часы. Ну, здесь начинаем рассказывать им информацию, что на самом деле это не часы. А дети, как же это так? И, в общем, вот такими вот интересными загадочками дети увлекаются и начинают изучать. Кабинет русской мовы и литературы оформили у стыли литературной гостёвни. Энциклопеда Пушкина на полицах не просто так. Одна со сторонок гисторы и вёски Тялуша связана с унучкой поэта Натальей Воронцовой-Вильяминовой. Ребёнок приходит, говорит, что я бы хотел ознакомиться. Либо здесь сесть, либо взять домой и запросто с родителями полистать стихи. Потому что здесь сборники, есть стихи и произведения целиком, а есть отрывки. Яугин Давыденко перейшёл у 10-й класс юнведы. Як выглядая родная школа, залежить и адвучня. Я прихожу каждый субботник и помогаю облагораживать участок, саму школу, а также дежурство в конце дня. 1 вересня у Тялужской школы чакают 124 навученца. Многие будут с 10-ти суседних вёсок. Даречи, большасть школ Могилёвской в области оптимизована минавито в Бабруйском районе. 25 навучальных установ за опошние 18 годов. У нас в 13 учреждений общего среднего образования и в 7 учреждений дошкольного образования района организован подвоз 11 школьными автобусами. И охват деревень существенный, бывает и от 5 до порядка 11 населённых пунктов. В двух учреждениях образования у нас даже два школьных автобуса, для того, чтобы подвоз был организован своевременно. У новым навучальным годе школьников чакают одновленные подручники. Например, подручник по физице для 7-го класса больше иллюстрованы. А значит, и темы будут больше наглядными. Хотела бы особо отметить именно буквари для наших первоклассников. До этого у нас букварь был одного автора, Анатолия Клышки. В этом году для русскоязычных учреждений образования автор Теринова. По традиции у День веда у кожный першоклассник отримает книгу «Подаронок» от президента Республики Беларусь. Всё лето у подручника «Беларусь, наша родимая» изъявился электронный додаток. Алина Соловьева, Виталий Алексеенко, Новины региона. 20 годов тому у Осипоицких лесах з'явилися первые зубры. На территорию района их привезли с Беловежской пуши. За этот час популяция повеличилась амаль у 30 разов. И на сегоднях эта популяция у Беларуси развивается наибольшь динамично. Подробности у наступном сюжете. Зубры занесены у «Червоную книгу». Территорию Беларуси их постоянная популяция населяет только с 1946 года. У Могилёвской области зубры не сустракалися до 1997-го. Покуль у Осиповицкий район не завезли некольки особен. В Осиповицком районе это место вольного поселения зубров. И впервые они появились в 1997 году. Сюда на нашу территорию района было завесено 15 зубров. И вот это в Могилёвской области, это единственное место вольного их поселения. Цяпер на территории Осиповицкого района наличвуюсь больше за 400 зубров. Только летось народилися 50 зубранят. Ареал их проживания больше за 60 тысяч гектаров. Гэта маль полова района. У нас проводится комплекс биотехнических мероприятий. Это подкормка, создание полей. А учет производим зимний период. Могилёвские ромесники декоративно-прикладного моста. Створили коллекцию оденья с белорусского льна. И на первых международных показах завоевали высокие узнагороды. Причим споборничали с профессийными модельерами предприемства легкой промысловости. Обычные льняные бусики. Правильно? Это обычные серьги, которые в любом случае меня ничуть хуже не сделают. Правильно? То есть они дополняют, скажем так. У Союзе майстров Беларуси могилёвские ромесники Светлана Тимошенко и Светлана Парховченко вядомые, как маэстрицы вязания крючком. Белорусские узоры я не выросшили скомбиновать с зельном. Упрыгожили коллекцию аксессуарами так само зельна. У першиню я её показали у Смоленску на международном конкурсе дизайнеру у номинации «Этностыль» и отразу стали абсолютными переможцами. Объявили, что мы взяли гран-при за эту коллекцию. Нам было предложено сразу поехать с этой коллекцией в Москву на открытый конкурс молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы. Это подстёгивало к тому, что мы не зря этим занялись. А потом нам предложили поучаствовать ещё в Ивановской области. Город Плёс – это льняная палитра, где Вячеслав Михайлович Зайцев – председатель. На конкурсе у Иванове даже нашей коллекции додали и мужчинскую вопротку по словах «Майстрыц». Идею по шиву сучасных аддене с национальным колоритом выношивали, амаль, 10 годов. Идеи были того, что хотелось что-то сделать «вау». То есть своё, скажем так. Не повторить чьё-то, а всё-таки своё. И, например, вот за эту коллекцию мы спокойны настолько, потому что я знаю, что я нигде её ни у кого не украла. Ни у Дольча Габана, ни у Юдашкина. То есть это наше. Не приснился ночью сон, я вот это вот увидела. Вот я его проснулась, нарисовала, и я его воплотила, сделала. По словах модельеру, опошним часом люди у сё части текавятся сучасными речами, с национальным колоритом. Теперь майстрыцы працуют над новой коллекцией, и комбиновать лён будут с макраме. Андрей Шуляк, Татьяна Сергеечек, Віталь Вопсю, «Навидный регион». Два представники Могилёвской области выступят нас у светной летней универсиаде. С поборницей пройдуть у Тайване. И почнутся у гэтую суботу. Лепших вызначать у 24 видах спорту. За узного рода позмагаются 11 тысяч атлетов со 130 краин. Наш регион представит студентка Могилёвского державного университета имя Аркадия Куляшова Дарья Навума. Она выступит у тяжка атлетыцы. Так сама отправился на годний студент Белорусско-российского университета плавец Микита Цмых. Самые актуальные новины Могилёвшины можно увидеть на сайте ТВР Могилёв. А я с вами развитываюсь. Усяго вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok